Всем привет! Меня зовут Вера Курбатова. Я руководитель образовательных проектов фонда «Обнажённые сердца». Прямо сейчас я нахожусь в Государственном учреждении здравоохранения Тульской области, Клинический центр детской психоневрологии имени Бориса Давыдовича Зубицкого. В стенах этого центра работает замечательная команда специалистов с большим опытом и знаниями, которые они получают в том числе в рамках многолетнего совместного проекта с фондом «Обнажённые сердца». Вместе со специалистами центра я записываю новый шестой сезон подкаста «Инклюзии жизни», который будет посвящён церебральному параличу. В этом сезоне я постараюсь получить ответы на важные вопросы, которые я часто слышу от родителей и специалистов. Например, что такое церебральный паралич, как помочь ребёнку передвигаться самостоятельно, как выглядит реабилитация мечты, зачем детям уколы бутылотоксинов, как безопасно накормить ребёнка с церебральным параличом и многие другие вопросы. Кстати, мы стараемся не использовать аббревиатуру «ДЦП», потому что церебральный паралич бывает не только у детей. Но в названиях к эпизодам пришлось всё-таки оставить, чтобы нас могли найти и в поисковике. Ставьте звёздочки, лайки, пишите комментарии и делитесь информацией с теми, кому она может пригодиться. Поскольку это первый эпизод, то, конечно, мы сразу будем говорить о том, что такое двигательные нарушения, чем они отличаются от церебрального паралича, какие мифы, факты вокруг этих нарушений. И я сразу представляю экспертов, моих соведущих в этом эпизоде. Максименко Анна, врач-невролог высшей категории, заведующая отделением, инжектор по ботулинотерапии. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Григорьева Елена, врач-невролог, психиатр, заведующая Центром лечения детей с церебральным параличом. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, мне хотелось бы начать не, что такое двигательные нарушения, а что такое церебральный паралич, потому что это будет идти красной линией, мы будем всегда этот термин применять. А что главное для наших слушателей, что это неврологическое заболевание, и что важно подчеркнуть, это непрогрессирующее заболевание головного мозга. То есть это либо нарушение развития головного мозга, либо это аномалия развития головного мозга плода или новорожденного ребёнка. Это всё церебральный паралич. Это всё церебральный паралич. Если мы говорим о двигательных нарушениях вообще, то любое нарушение движения, любой конечности мы можем рассматривать как двигательное, не имея в виду, какое там нарушение тонуса, мышечной силы, сухожильных рефлексов и так далее. То есть это всё двигательные нарушения. Поэтому это такое вот всеобъемлющее и обширное понятие. Церебральный паралич – это более точно обусловлено определёнными нарушениями мышечного тонуса, рефлексов, определённой клинической картины заболевания. Но тем не менее сам церебральный паралич, он как бы входит в эту огромную группу двигательных нарушений. Конечно, конечно. И он является, наверное, одной из основных на данный момент причин двигательных нарушений, расстройств стата моторного развития у детей. А скажите мне, пожалуйста, тогда сразу, откуда у человека появляется церебральный паралич? Он сразу в утробе матери? Это при рождении? Как это происходит? Как раз вот всё, что вы перечислили, может быть причиной церебрального паралича. Это и нарушения, связанные с внутриутробным развитием, начиная с пороков развития головного мозга. Это проблемы, возникшие непосредственно в процессе родов, такие как недоношенность, такие как асфиксия при рождении, такие как родовые травмы. И заболевания, связанные с неонатальным периодом, то есть те проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденного. Но есть какая-то статистика, чего больше, генетически обусловленных или, например, акушерской ошибки? Ну, раньше считалось, что церебральный паралич – это практически стопроцентная акушерская ошибка, виноват врач, акушерка, гинеколог. То сейчас, а мы живём в век доказательной медицины, в век развития, бурного развития генетики у нас в стране, доказано, что до 45% детей с церебральным параличом имеют те или иные генетические поломки. И лишь 1-2% детей, аномнестические, имеют церебральный паралич как результат родовой травмы, именно акушерской ошибки. Тогда сразу вопрос. Может быть, можно сдать генетические тесты как-то определить заранее, чтобы мама, не знаю, не нервничала, не беспокоилась? Ну, на самом деле, это такая обширная тема, и не имея никаких данных о предшествующих случаях рождения детей с патологией в семье, можно до бесконечности обследоваться. Вот в семьях, которые уже имеют детей с какими-то проблемами, в конкретной семье или у близких родственников, там действительно есть повод к предварительному обследованию. В некоторых странах, например, в том же Израиле, где есть компактные группы населения определенной национальности, там есть соответствующие, связанные с этими национальностями заболевания, которые предлагают обследовать даже до зачатия. В нашей стране, поскольку население у нас многонациональное, нет таких поводов, поскольку у нас нет конкретно связанных с какой-то национальностью заболеваний. Поэтому обычно мы всё-таки предлагаем обследоваться родителям, которые уже имеют в семье ребёнка с проблемами. Ну, мы, конечно, подробнее коснёмся в другом эпизоде, когда будем говорить про диагностику, но всё-таки я так поняла, что тесты какие-то есть. То есть можно в утробе матери определить, например, риски серебрального пролича у ребёнка? Наверное, это будет правильно, если мы будем говорить о каких-то пороках развития. То есть сейчас и доступно МРТ по показаниям, МРТ плода и 3D, УЗИ-диагностика. Поэтому если говорить о крупных аномалиях развития головного мозга, здесь вы правы. Если мы говорим о каких-то рисках, происходящих во время беременности, либо в первые 28 дней жизни ребёнка, то есть это, например, гипербелирубинемия, внутриутробные инфекции, которые реализуются не только на ранних, на этапах закладки головного мозга, то тут с большой долей вероятности такая вот принатальная диагностика нам ничего не даст. Вопросов действительно очень много, и, наверное, у меня у самой в голове много мифов, потому что, конечно, я не специалист в этой теме. Но можно, например, как-то предотвратить серебральный паралич? Ну вот мы поняли по, например, каким-то анализам, что есть какие-то, может быть, нарушения. Вот что-то можно сделать, когда ребёнок в утробе матери? Самая, наверное, распространённая проблема, которую нужно профилактировать, — это недоношенность. Во всём мире сейчас идёт тенденция к выхаживанию глубоко недоношенных детей, и Россия тоже в этом активно продвигается, и у нас большой опыт уже имеется по выхаживанию глубоко недоношенных детей. Тем не менее, эта группа остаётся одной из частых причин серебрального паралича. Поэтому тщательное наблюдение, выполнение рекомендаций врача и профилактика недоношенности — это вот один из таких важных факторов предотвращения серебрального паралича. Но я так понимаю, что тут как раз всё на стороне медиков, потому что когда ребёнок недоношен, он находится в больнице, его, видимо, нельзя транспортировать. То есть тут родитель, наверное, вряд ли может что-то сделать. Я говорю как раз о том, что есть возможность избежать недоношенности. То есть ещё на этапе наблюдения в женской консультации женщинам стоит прислушиваться ко всем рекомендациям врача, и если есть действительно риск рождения недоношенного ребёнка, есть методы снижения повреждающих факторов. То есть если женщина находится в стационаре, то ей проводится профилактика, там, синдром дыхательных расстройств. Проводится лечение, направленное на ускоренное созревание нервной системы, если высокий риск недоношенности. То есть есть методы предотвращения формирования церебрального паралича, даже если уже вот преждевременного рождения ребёнка избегать не удаётся. Но вообще недоношенных детей стало больше? Их не стало больше в количественном отношении, но в нашей стране были одни параметры оценки недоношенности. Сейчас мы придерживаемся того, чего придерживается ВОЗ, и, соответственно, спектр включений в эту группу, он расширился. Поэтому количество в процентном отношении – да. Но это не значит, что как-то поменялся физиологически рождение недоношенных. Только статистически наша страна изменила вот эти параметры, такие же, как и во всём мире. Всё это время мы говорим церебральный паралич. А почему мы не говорим ДЦП, детский церебральный паралич? Ну, здесь, наверное, правильнее говорить именно о церебральном параличе, потому что если мы говорим детский, куда же нам девать ту когорту наших пациентов, которые уходят от нас в 18 лет и переходят во взрослую сеть. Ведь проблемы с их 18-летием, они не уходят, а иногда даже, к сожалению, если мы говорим о социальных проблемах, о проблемах партнёрства, заключения брака, проблемы рождения детей. Это не только двигательное нарушение, это не только эпилепсия, которая сопровождает таких людей. Соответственно, это тоже всё церебральный паралич. Поэтому мы считаем, что правильнее говорить именно о церебральном параличе. Это такой корректный, получается, язык. Да, такое корректное дополнение, уточнение. Скажите мне, пожалуйста, вот когда рождается ребёнок, можно сразу понять, что у него, например, церебральный паралич, или он, например, рождается недоношенным, и в процессе что-то происходит. Диагноз ставится сразу, или это вообще какая-то история про наблюдение, да, и потом какую-то вот оценку после какого-то периода? Нет, конечно, церебральный паралич поставить новорожденному ребёнку практически невозможно. Тут нужно, наверное, отдельно сказать о детях группы недоношенных и о детях доношенных. Если мы видим ребёнка недоношенного, ну, например, 30 недель гестации, то он имеет право самостоятельно не дышать, он имеет право не иметь сосательного рефлекса до 34 недели, да, и у него будут угнетены все рефлексы периода новорожденности, которые должны быть у обычного доношенного ребёнка, то мы можем выделять только группу риска по каким-то параклиническим исследованиям. То есть это может быть нейросонограмма по простонародию, узи головного мозга, это может быть картина МРТ по показаниям, и мы можем только выделить группу рисков, в которую будет входить и этот ребёнок, соответственно, он будет потом передаваться в центры раннего вмешательства, в кабинет катамназа, да. Если же это доношенный ребёнок, конечно, тут в первую очередь, опять же, мы учитываем аномнистические данные, это течение беременности, течение родов, и как у этого ребёнка протекал первые его сутки жизни, да. Если у ребёнка отмечались неонатальные судороги, синдром угнетения, если доношенный ребёнок находится на искусственной вентиляции лёгких, у него не сформирован рефлекс сосания, который должен быть у ребёнка доношенного в этом возрасте, мы понимаем, что этот ребёнок тоже будет входить в группу риска, и, конечно, будет требовать более тщательного, динамического наблюдения. Такого ребёнка мы также будем передавать в центр раннего вмешательства, в кабинет катамназа, да. А синдром угнетения, простите, для тех, кто не понимает, это что такое? Это когда ребёнок не может функционировать самостоятельно так, как свойственно новорожденную. То есть он не может сосать, не может поддерживать температуру тела, не поддерживает позу свойственную новорожденным. Это проявляется тем, что функция нервной системы у него угнетены. Понятно. Вот такой вопрос, извините, если покажется глупым. Вот когда ребёнку в поликлинике прописывают какие-то распорки, конструкции, это имеет отношение к каким-то двигательным нарушениям? Ну, как правило, в периоде новорожденности это не связано именно с патологией нервной системы, потому что, да, есть проблемы, когда требуются вот эти ортопедические приспособления у детей с церебральным параличом, но, как правило, это в более позднем периоде. А то, что выписывают на первом году жизни, как правило, это чисто ортопедические проблемы. И именно проблемы созревания ортопедического, которые не связаны с церебральным параличом. Поэтому пугаться не надо. А кто вообще ставит диагноз церебральный паралич? Вообще верификацию диагноза проводит невролог, но заподозрить, да, и увидеть какие-то симптомы, ну, или оценить задержку, да, статомоторного развития, может и педиатр, участковый педиатр, имеющий, да и не только опытный, а просто внимательный, да, который может оценить сроки, этапы развития статомоторного у доношенного, также недоношенного ребенка, и уже заподозрить и направить такого ребенка на консультацию к неврологу. Ну вот еще сейчас вопрос такой немножечко, да, шаг назад. Я вроде спрашивала, но хочу уточнить еще раз. В каком возрасте ребенка может вдруг проявиться церебральный паралич? Он может, например, проявиться в три года, в четыре года, или это только ранний возраст? Он не может проявиться в три и в четыре года, да, то есть симптомы будут видны уже тогда, на тот момент, когда мы можем оценить статомоторное развитие. Например, если у ребенка в месяц, да, у доношенного ребенка мы увидим на приеме наличие всех рефлексов периода новорожденности, да, и установочный рефлекс на голову. Это что такое? Когда мы ребенка на животик кладем, он крактовременно удерживает голову, да, то если мы говорим о доношенном ребенке в шесть, в семь, в восемь, в девять месяцев, там мы уже можем корректно оценить статомоторное развитие по удержанию позы сидя, по вставанию на четвереньки, да, и родители внимательной мамы тоже могут сказать, вы знаете, доктор, а вот у меня, особенно имеющие детей старших в семье, да, вот у меня первые уже в семь месяцев вставал на четвереньки, сам садился, а вот я вижу, что этот ребенок у меня слабо голову удерживает, еще не переворачивается, и мама как бы приходит к педиатру или к неврологу с такими вот проблемами. Соответственно, годы удоношенного ребенка мы уже можем увидеть, да, синдром двигательных нарушений, то есть симптомы комплекс, который может быть клиническими проявлениями церебрального паралича. Если мы говорим о недоношенных детях, а особенно глубоко недоношенных, о том, что Елена говорила, да, то есть это 28-29 неделя беременности, то есть, ну, это 6, да, 6,5-7 месяцев, то там диагноз церебральный паралич мы можем поставить, и правомочно это делать, и к полутора, и к двум годам, а особенно если у ребенка есть проблемы с слуховым, зрительным анализатором, да, что затрудняет иногда диагностику и оценку психопредречевого и статумоторного развития. Соответственно, у этих деток мы немножко постановку диагноза... Откладываем. Откладываем, да. Поняла. Елена, скажите, пожалуйста, а мы можем вот перечислить эти красные флажки церебрального паралича, да, если я корректно говорю, двигательных нарушений для родителей? Во-первых, вот Анна уже говорила о том, что недоношенность – это, в принципе, группа риска, и все дети недоношенные должны наблюдаться более тщательно, потому что это вот одна из таких частых причин, наиболее, наверное, сейчас частых причин. Второе – это дети, которые перенесли заболевания перинатального периода. То есть если мы говорим о доношенных детях, это дети, которые были в реанимации по каким-то причинам, это дети, которые были в отделениях патологии новорожденных по каким-то причинам, перенёсшие ту же гипербилерубеномию, перенёсшие врождённые инфекции, пневмонии и другие. Опять же, вот Анна тоже говорила, что родители должны обращать внимание, если ребёнок как-то отличается в развитии от детей в семье или от средних нормативов приобретения каких-то навыков. Опять же, есть форма церебрального паралича симметричная, гемипарез. Если родитель замечает, что одна половина тела, одна ручка, одна ножка у ребёнка действует не так, как другая, это тоже тревожный симптом, с которым стоит обратиться к неврологу. Мы немножко ушли от темы двигательных нарушений церебрального паралича в целом. Двигательные нарушения являются обязательным симптомом церебрального паралича. Но, как правило, вот кроме этого обязательного проявления у детей с церебральным параличом, да и у взрослых потом, есть проблемы с развитием речи, развитием психики, сопутствующие патологии в виде пароксизмальных расстройств, таких как эпилепсия. Это проявления необязательные, но часто встречающиеся. Часто, не знаю, люди считают, что церебральный паралич — это вот ребёнок, мало того, что ему тяжело ходить и передвигаться, но вот, как правило, у него интеллектуальные какие-то нарушения, речевые. Это всё так или это скорее миф и не связано друг с другом? Это связано, конечно, но это совершенно необязательные проявления. Эти проявления могут встречаться у детей с церебральным параличом при определённых формах. Та же вот форма, например, гемипаретическая, когда повреждена одна сторона тела и, соответственно, одна сторона мозга, может вообще не сопровождаться ни интеллектуальными нарушениями, ни речевыми нарушениями. Соответственно, есть симптомы, как я уже говорила, обязательные двигательные нарушения, а всё остальное может быть, может не быть. Это можно назвать коморбидностью или сочетанностью, или это вообще не идти темы? Нет, это всё-таки основное заболевание, то есть это течение основного заболевания, это не коморбидность. Но это совершенно необязательные симптомы. У ребёнка может быть абсолютно сохранный интеллект, абсолютно отсутствие каких-то других тяжёлых сопутствующих проявлений. Многие дети абсолютно нормально живут, функционируют, посещают общие школы. Есть ли какая-то классификация? Может быть, шкала? Потому что я правильно понимаю, что все дети с церебральным параличом разные? Да, конечно, есть несколько классификаций, классификации двигательных. Ну, в их, так скажем, начале этих классификаций лежат именно двигательные нарушения, нарушение мышечного тонуса, сторонность, да, о чём говорила Елена. Мы применяем, первое, это по МКБ-10, да, классификацию. Вторую, ну, всё-таки в нашей стране, она более такая распространённая, это классификация Ксении Александровны Семёновой, в которой различают такие формы, как спастическая диплегея, спастическая гемиаплегея или гемипорез. Атонически-остатическая форма – это такая самая коварная, я считаю, форма церебрального паралича, потому что иногда под её маской прячутся некие генетические заболевания, протекающие под маской церебрального паралича. Это дискинетическая форма и смешанные формы, которые могут быть проявлением тех или иных, например, высокий мышечный тонус в сочетании с явлениями дискинезии. Я хочу сказать, что мы пользуемся в своей работе, как Анна уже сказала, чаще классификации отечественные, но тем не менее сейчас во всём мире вот эта принята международная классификация болезней, пока сейчас работает 10-го пересмотра, и в своей работе мы в медицинских документах указываем и такой, и такой диагноз. Вот вы уже уточнили имя женщины, видимо, врача, который разработал классификацию. Но я вот когда смотрела в интернете, я увидела какое-то множество этих классификаций, тоже по имени разных, видимо, там, я не знаю, учёных-медработников. А на какие вообще классификации лучше ориентироваться? Может быть такое, что вот вы, например, ориентируетесь на одну, не знаю, в другом месте кто-то на другую, а родитель вообще на третью? Ну, глобально они, в принципе, ничем не отличаются, то есть выделяют спастические формы, атонические, астатические, дискинетические и смешанные. Уже подразделы там могут немножко отличаться в зависимости от автора, но, в принципе, для родителей это не имеет существенного значения, потому что на диагностику и лечение это не влияет никак. Может быть, вот в конце вы скажете мне, а какие вот самые, на ваш взгляд, часто встречающиеся мифы вот связаны с церебральным параличом? Через вас проходит большое количество там пациентов, родителей, да, вы в теме. Ну, в первую очередь, я, наверное, Елена меня поддержит, что всё-таки, что детский церебральный паралич и причина основная, это родовая травма, особенно родовая травма шейного отдела позвоночника, да, сломали шею в родах, вот вам церебральный паралич, врачи-акушеры виноваты. Первое. На второе, не знаю, поддержит, да, меня, Елена, или нет, то, что церебральный паралич возможно вылечить, если вовремя дать волшебную таблетку или провести лечение вовремя в раннем периоде стволовыми клетками где-нибудь в Китае. Вот хороший, кстати, вопрос. Вылечить нельзя? Нет. Но мы вернёмся, опять же, к началу, когда мы говорим, что церебральный паралич это повреждение или аномалия развития головного мозга, да, плода или новорожденного, но чем оно не прогрессирует. То, что мы видим, да, в ухудшении состояния, это вторичные ортопедические осложнения, которые неминуемо будут сопровождать ребёнка, если вовремя не проводятся, да, раннее вмешательство, элементы кинезиотерапии, позиционирование, о чём мы будем, я надеюсь, разговаривать более подробно. Да, поэтому сам церебральный паралич, он не прогрессирует. Поняла. Елена, вот два мифа Анна нам рассказала. Есть ещё какие-то мифы? Ну, наверное, всё-таки вот миф о лечении такой самый глобальный, и, наверное, тот, который приносит больше всего вреда, потому что, во-первых, да, невозможно вылечить, это первое. Во-вторых, другая крайность, что не нужно лечить, потому что нет методов, которые могут излечить, но есть методы, которые помогут избежать именно осложнений и могут улучшить качество жизни и ребёнка, и семьи. Спасибо вам большое. До встречи в следующем эпизоде. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»